Всегда говорить «да» провозглашал Джим Керри в одноименном фильме. Это, конечно, прекрасно, но иногда очень полезно уметь говорить «нет». Если вы хотите отказать, но в то же время прослыть очень вежливым человеком, то вам обязательно нужно знать больше способов, как сказать «нет» или «отказать», кроме как... Короче говоря, это очень ценная вещь сказать «нет», да сказать еще так, чтобы никто не обиделся. А может быть даже, чтобы этот человек еще и подумал, какой вы приятный и вежливый человек. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Live. Давайте начнем! Сейчас будет фраза, которую вам лучше знать, если вы получили предложение, которое, ну, не можете сейчас принять, а обидеть вы никого не хотите. Например, друзья пригласили вас ходить в бар после работы, а вы не хотите идти в бар, потому что вы хотите просто бежать домой для того, чтобы посмотреть новую серию «Игры престолов». И в этой ситуации фраза «может быть, в другой раз» вам очень подойдет. Не хотел бы ты пойти в ночной клуб сегодня вечером. Может быть, в следующий раз мне нужно завтра рано вставать. Еще один способ вежливо отказать, это сказать... Спасибо, что подумали обо мне, но я не могу. Хочешь присоединиться к нам на коктейльчик? Спасибо, что подумали обо мне, но я не могу, я должен присматривать за моим маленьким братом. А сейчас будет суперспособ не согласиться в каком-нибудь споре, либо разговоре, каком-то обсуждении. Короче говоря, сваливайте все на вашу неуверенность в чем-то. Например, вам кто-то уверенно утверждает, что магазин открыт сейчас, и вы хотите не согласиться с этим человеком, но как-то хочется мягко это сделать. Идеальная фраза для сожаления о том, что у вас не получилось делать то, о чем вас просят. Вы как бы рады, но возможности нет. Еще один способ объяснить причину отказа в очень вежливой форме. К сожалению, у меня есть еще другие дела. Вместо something можете вставить любое дело. Ты собираешься на мою вечеринку сегодня вечером? К сожалению, у меня очень много работы. Вежливый, но очень решительный отказ. И в общем-то перевести его можно как нет уж спасибо. В дружеской беседе, если сомневаетесь, что ваш товарищ говорит правду, вы можете сказать дословно ты не можешь быть серьезным, а по сути это соответствует фразе ты шутишь что ли? Я хочу новую пару туфлей. Ты шутишь что ли? Ты уже купила 11 пар. Не обязательно, не факт. Прекрасный способ показать, что существует альтернативная точка зрения или другой выход из ситуации. У меня болит голова и жар, я думаю, что у меня грипп. Эти симптомы не обязательно типичные для этого заболевания. Все любят, когда с ними соглашаются и никто не любит слово нет. Поэтому просто безотказный прием сказать Ну а после but можете смело говорить свое мнение. Книги скучные, я думаю, что экранизации лучше. Да, но книги также улучшают твою память. И последнее выражение на сегодня и еще одна хорошая фраза, чтобы возразить корректно, это сказать Получается что-то вроде Ну что ж, друзья, это были все выражения на сегодня. Их было, между прочим, целых 10. Теперь-то вы уж точно сможете так красиво и интеллигентно сказать нет или отказать кому-то. Обязательно переходите на сайт Puzzle English. Ссылка на сайт будет под этим видео. Там вы найдете еще больше всего интересного. И, кстати, вот это все интересное поможет вам еще лучше, быстрее и веселее выучить английский язык. Не забудьте поставить лайк и напишите, какое из этих выражений вообще больше всего вам понравилось. А может вы знаете еще какое-нибудь выражение, которое мы сегодня не озвучили. Обязательно напишите о нем в комментариях. С вами была Настя и канал Puzzle English Live. Пока-пока!